В Орлёнке завершился всероссийский конкурс вожатского мастерства. Его участниками стали около 200 ребят от 13 до 17 лет, представители и лидеры региональных подростковых вожатских команд. Чем занимались будущие воспитатели, смотрите в нашем следующем сюжете. Мы будем вожатыми в будущем! Да! Пусть с нами гордится родная страна! Эти ребята уже определились в профессии. В Орлёнок будущие вожатые приехали, чтобы научиться работать в команде, выступать перед публикой и узнать об особенностях этой профессии. Хотелось бы, чтобы возродилась такая уникальная традиция Орлёнка, когда вожатый Орлёнка – это удивительное сообщество, формирующее человека, дающее возможность развиваться и вообще делающее жизнь ребёнка. Это здорово! Какими качествами должен обладать вожатый? Как заинтересовать детей? Как найти к ним индивидуальный подход? Без этих знаний работа воспитателя невозможна. Ответы на эти вопросы ребята находят во время лекции Ирины Фришман, доктора педагогических наук. Тот, кто выбирает себе профессию вожатого, понимает, что это не навсегда. Что это очень скоротечный период, когда ты можешь назвать себя вожатым, и ребята с удовольствием будут с тобой общаться. Поэтому я бы сказала так, что это ценное время для профессионального становления. А как ты это время проведёшь, зависит от тебя. Наш арт-объект посвящён одной экологической проблеме – это загрязнение окружающей среды. Быть вожатым – большая ответственность. Важно научить детей заботиться не только о себе, но и об окружающей среде. На экологическом конкурсе его участники презентуют арт-объекты, которые сделали из твёрдых коммунальных отходов. Сразу же пошёл мозговой штурм. Мы начали накидывать идеи, что именно мы можем подготовить. То есть мы купили в автомате, выпили и сразу же приклеили. И думаем, а зачем выбрасывать? Можно использовать на благое дело. Мы видим, что экологическая ситуация в нашем мире сейчас очень сложная. И наша цель – пропагандировать то, чтобы люди защищали нашу землю. Итак, на старт! Внимание! Побежали! Сегодня спортивному воспитанию детей уделяют большое внимание. В Орлёнке будущие вожатые на практике узнают, какие подвижные игры можно проводить на свежем воздухе. Есть задания, где нужно подумать коллективно. Есть задания, где нужно проведить индивидуальные лидерские качества. И тут всё выясняется у них в коллективе, кто на что гораст. Настроение самое боевое, несмотря на жару. И мы стараемся пройти как можно больше станций, чтобы набрать как можно больше баллов и остаться на нашем первом месте. Полученный опыт на смене в Орлёнке эти ребята применят в работе после окончания педагогических институтов. И, возможно, через несколько лет некоторые из них вернутся во Всероссийский детский центр в качестве вожатого. Юлия Хворостянова, Денис Гелео, Дмитрий Захаров, Аркадий Коваленко, телеканал Орлёнок ТВ.